Этот парус называется грот. Самый большой, самый главный. В этом мешке спрятан парус спинакер. Большой, пузатый, красивый парус, который вы можете видеть на яхтах. Они бывают разноцветные. Впереди надуваются самые красивые паруса. Всю красоту спинакера мы рассмотрим позже, уже в свободном плавании. А вот пока подготовка. Елизавета Веденская – единственная девушка в команде яхты «Меридиан». Здесь она в роли матроса. Вверх по морской карьерной лестнице пробиться сложно. В команде одни чемпионы. СССР, России, Европы. Мастера спорта. Забегая вперед, скажем, это тот случай, когда женщина на корабле не к беде, а к победе. Это спорт, где не так важна сила физическая, сколько сила духа, знания, умения и навыки. Не зря же парусный спорт называют шахматами на воде. Только грубой силой стихию не усмирить. 17 яхт будут соревноваться в четырех категориях. Отдельные соревнования для детей. Не делали никаких ограничений. Все желающие могли подать заявку от любого возраста. Вот в настоящее время у нас от пяти лет участвуют это маленькие детки до около 80 лет самому возрастному нашему их смену. 50 юных спортсменов рассекают волны похлеще взрослых. Как в любом спорте, здесь тоже есть место для драмы. Те, кто еще вчера работал в команде, сегодня пересели на одиночки. В команде надо иметь полную слаженность. Например, я такой человек, что я люблю команду. И она не очень любит выполнять мои команды. Из-за чего я начинаю на нее кричать, а она начинает обижаться. Это самая большая проблема команды. То есть капитаном ты был? Нет, она была. Старт дает участник Олимпийских игр Игорь Лисовенко. Он сегодня тоже будет бороться за победу. И впервые вместе с сыном. Для привыкших к морским просторам яхтсменов донская гладь непривычна. Тут более закрытая акватория. Все время много маневров, нестабильный ветер. Ну а так, в принципе, то же самое. Все. Хороший старт и потихонечку улучшаться. Два пандемийных года соревнования не проводили. Так что кубок разыгрывают под лозунгом «Возвращение». И стихия вернуться даже помогает. Погода сегодня явно рада спортсменам. Сила ветра 8-9 метров в секунду. Идеальней придумать просто невозможно. Хотя некоторые уже сломались и до старта. И даже такой ветер им не помог. Этой яхте явно не повезло. А вот удачный пример управления ветром. Такой крен точно на пользу. Разгоняются так, что вполне могут соревноваться с нашим моторным катером. Соревнования под парусом – это еще и непредсказуемость. Вроде рядом с финишной чертой, но обстановка меняется за секунды. Знакомый нам «Меридиан» приходит вторым. А вот финальные результаты через несколько часов по итогам четырех гонок уже другие. Команда «Меридиана» – абсолютный победитель в своей категории. За виртуозное обращение с ветром получают денежный приз – 30 тысяч рублей. Второе место – 20 тысяч. Третье – 10. Кстати, о яхтах, как о признаке богатства. Моряки народ суеверный. И в клубе есть, как уверяют, действительно рабочие поверья. Яхта, конечно, удовольствие не из дешевых. Счет идет на миллионы рублей. Один только парус может обойтись тысяч в пятьсот. А тем, кто еще пока до такого уровня не дорос, здесь предлагают прикоснуться к настоящему кельтскому знаку. По поверьям он приносит богатство. И если его потереть, то есть большая вероятность, что в следующем году сюда уже приедешь со своей большой яхтой. Но и отсутствие собственного судна ветреных романтиков не останавливает. Прикоснувшись к чудо-знаку, они продолжат тренировки, чтобы в следующем году показать еще более впечатляющий результат. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Первый, Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова